Девушки отдыхают И как только вы сделаете это, вы сумеете заработать своим умом и своими способностями 7000 рублей. Давайте внимательно вместе посмотрим на данный буквенный клубок. Что же вам предстоит сделать для того, чтобы данное вознаграждение оказалось у вас в кошельке? Прежде всего следите за тем, чтобы вы отыскали слово целиком. Будьте внимательны, ищите слово от первой до последней буквы и строго по линиям. Наш буквенный клубок не должен разрываться, то есть ниточка должна тянуться одна за другой. Вы переходите от буквочки к букве. Таким образом вам получается отыскать слово целиком и мгновенно оказаться в прямом эфире, чтобы заработать данное вознаграждение. 0948 это телефон прямого эфира, если вы являетесь жителем Российской Федерации. Ну а если вы проживаете за ее пределами, то для вас указан другой номер телефона. Будьте внимательны, следите за тем, чтобы вы выполняли правила моего задания. Не нарушайте, и эти новогодние праздники станут особыми для вас. Вы сумеете заработать 7 тысяч рублей и, возможно, продолжите данное веселье. Тем более, что впереди Рождество. Я думаю, что многие из вас соберутся большим семейным кругом за столом. И хотелось бы сделать так, чтобы данное торжество было запоминающимся событием. Вы можете стать тем самым человеком, который порадует своих родных и близких. И если при условии, что заработаете в моем интеллектуальном шоу 7 тысяч рублей. Будьте внимательны, следите за тем, чтобы слово вам удалось отыскать целиком. Каким же образом нужно действовать? Самое важное – это понять, какая же буква станет в начале вашей победной версии. Определите ее в качестве заглавной и начинайте двигаться от нее строго по линиям. Никуда не перепрыгивайте и не перескакивайте. Даже если вам это очень хочется, даже если вам кажется, что если вы будете, например, добавлять какие-то буквы для того, чтобы у вас получилась победная версия, то имейте в виду, это иллюзия, которой не следует поддаваться. Будьте внимательны, потому что мое победное слово, которое скрывается в данном буквенном табло, не требует никаких дополнительных вмешательств со стороны. То есть никаких дополнительных букв не требуется. Не нужно ничего удваивать, нужно распутать. Не составляйте слова. Не тратьте на это свое драгоценное время. Помните о том, что слово уже составлено за вас, оно уже есть в данном буквенном клубке. Вам нужно только его отыскать. А для этого вы должны определить, какая же буква будет первой. Решили для себя, какая буква является первой заглавной. И начинайте от нее двигаться от буквы к букве. Переходите, распутывайте. И как только вам удается это сделать, мгновенно врывайтесь в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Ну и я смогу порадовать вас, вручив вам 7 тысяч рублей. Будьте разумным человеком. Помните о том, что правила даются не для того, чтобы вы их нарушали. Нет, я наоборот рассказываю вам их для того, чтобы вы им следовали. И если вы будете внимательны, если вы будете помнить о том, что слово должно быть найдено от первой до последней буквы, возможно, вы сможете улучшить свое благосостояние, если как можно скорее окажетесь в пространстве прямого эфира. 0-9-48 это для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой номер телефона, который также есть на экране. Будьте внимательны. Отыскали слово. Не теряем времени. Мгновенно врываемся в пространство прямого эфира, чтобы рассказать мне, какая же версия у вас получилась. Что в итоге вам получилось распутать в данном буквенном клубке. Какое же это слово? Длинное или короткое? Все в ваших руках. Какую вы определили букву в качестве заглавной? Возможно, это некое гласное, возможно, согласное. Возможно, вам захотелось выбрать в качестве первой победной буквы, букву, которая находится в центре, либо откуда-то из другой части клубка. Все в ваших руках. Если вы будете пробовать, если вы будете пытаться искать победный вариант, вы обязательно его найдете. Я в этом не сомневаюсь. Я уверена, что вы сможете. Я уверена, что по ту сторону экрана есть тот самый победитель, который уже отыскал. Да, я слушаю вас. Пожалуйста, расскажите, что вам удалось распутать. Алло. У вас здесь слово «сеть». Ну, давайте посмотрим, где же у нас буква Е. Вы правильно пошли. А зачем вы потом начали прыгать? Буква Т находится ровно через букву. А я вам напоминаю о том, что мы движемся от буквы к букве, никуда не перепрыгивая и не перескакивая. Вы должны следить за тем, чтобы у вас получилось читаемое слово целиком от первой до последней буквы. И как только вам удалось добиться именно этого, вам нужно тогда мгновенно уже оказываться в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Какое же слово вам удалось отыскать? Думайте, действуйте, совершайте грамотные движения. Помните о том, что вы должны двигаться исключительно по линиям. Вы никуда не должны перепрыгивать и перескакивать. Это не приведет вас к победе. У вас совершенно другие цели и задачи. Они конкретны, они стоят перед вами. Вы должны думать исключительно о них. О том, чтобы совершить грамотное перемещение от буквы к букве и отыскать победный вариант. Ну и как только вам удалось это сделать, не затягивайте свой приятный миг победителя. Как можно скорее поделитесь со мной вашим вариантом. Даже если так получится, что он окажется непобедным, ну вам показалось, например, что вы отыскали слово целиком, а по факту выяснилось, что последнюю букву все-таки вы откуда-то добавили, либо перескочили. Но просто были невнимательны и не заметили этого. И допустим, я говорю вам, что ваш вариант непобедный. Что же при этом происходит? При этом происходит следующее, что вы понимаете, что действовали в неправильном направлении и меняете направление своей деятельности и вновь оказываетесь в пространстве прямого эфира. Потому что количество ваших появлений здесь никем и ничем не ограничено. Вы можете при желании вновь тут оказаться. Как только вы это захотите, так тут же мгновенно врывайтесь в пространство прямого эфира. И докажите прежде всего самому себе, что именно вы достойны стать моим победителем. Я верю в вас. Я верю, что по ту сторону экрана есть тот самый человек, который уже сумел справиться с данным заданием. Он уже отыскал победную версию. Он уже распутал данный клубок, двигаясь от буквы к букве. И как только ему удалось с этим справиться, нужно здесь со мной поделиться. Думайте, действуйте. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами... Я вас слушаю, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, ало. Слово «кельт». Нет, не «кельт». Обратите внимание, где находится буква «к», а где находится буква «е». Вы перескочили через букву «с». Не следует этого делать. Вы должны следовать исключительно от буквы к букве. Вы должны следить за тем, чтобы ваше слово было цельным. Никуда, пожалуйста, не перепрыгивайте и не перескакивайте. У вас должно получиться одно единое слово от первой до последней буквы. И как только вам удастся справиться с моим заданием, вот здесь уже не нужно ждать никого и ничего. Не нужно думать о том, что, оставаясь сторонним наблюдателем, рано или поздно настанет тот миг, когда, ну, каким-то образом вы здесь окажетесь в прямом эфире. И ничего у вас из этого не получится. Вы должны действовать, потому что я не смогу прочитать ваши мысли, как бы мне этого не хотелось. Соответственно, и данное вознаграждение никогда у вас не окажется, если вы не окажетесь в прямом эфире. То есть вы делаете шаг навстречу к тому, чтобы стать победителем, и им, безусловно, становитесь. Главное, помнить о правилах моего задания. Выполнять исключительно их, пробовать, распутывать данный буквенный клубок. Не останавливаться на достигнутом. Ну и даже если у вас не получилось с первого раза определить, какое же слово является победным в данном буквенном клубке, вам нужно просто поработать с какой-то другой буквой. Значит, не сложились с ней отношения. Ну что ж, не тратьте на нее свое драгоценное время. Отправляйтесь к другой букве, определите ее в качестве заглавной, и начинайте движение от нее, исключительно перемещаясь от буквы к букве, пробуя шаг за шагом, вы обязательно сумеете определить то самое победное слово, которое здесь скрывается. И как только вам удастся это сделать, я прошу вас, будьте настойчивы, будьте внимательны. Не нарушайте правил моего задания. У вас все получится. Именно вы станете моим победителем и заработаете своим умом и своим усердием 7000 рублей. Достойное вознаграждение для моего первого победителя. Тем более, что мы находимся в новогодних праздниках. Мы все пребываем в этом удивительном, волшебном, чудесном мире под названием новогодние каникулы. И, конечно же, новогодние каникулы требуют определенных финансовых вложений и затрат. Так зачем же позволять исчезать вашим деньгам вот так вот, бесследно? Если вы можете сегодня, не вставаясь со своего любимого дивана, кресла, или где вы там находитесь, возможно, вы находитесь уже, пребываете уже у себя в будуаре, лежите в постели, что тоже бывает. Вы можете этого совершенно, так сказать, не напрягаясь, набрать короткий номер прямого эфира 0948, если вы проживаете на территории Российской Федерации, если вы проживаете за ее пределами, набрать другой длинный номер телефона, оказаться в пространстве прямого эфира и порадовать меня своим победным вариантом. Как только вам удалось распутать здесь слово, не теряйте ни секунды времени. Поймите, что пока вы думаете, философствуете, рассуждаете, позвоните или не позвоните, вот в чем вопрос. Не задавайтесь гамлетовскими вопросами там, где они абсолютно не нужны. Вы должны действовать. Думайте, решайте, отыскали слово. Ну, поделитесь со мной вашим вариантом, даже если вы не окажетесь победителем. Ничего страшного, я вас слушаю, пожалуйста. Расскажите вашу версию. Алло. Алло, здравствуйте. Мой вариант пасть. Пасть. Замечательный вариант, очень жаль, но он составлен вами. Зачем вы это делаете? Вы совершаете, ну, бессмысленную трату времени. Поймите, что слово уже есть в данном буквенном табло. Его уже за вас составили. То есть вам нужно его только отыскать. И вы должны сосредоточить все свои усилия на то, чтобы следовать от буквы к букве, на то, чтобы отыскать победный вариант. Помните об этом. Да, конечно, можно пойти по легкому пути и пробовать составлять всевозможные слова. Но если вы надеетесь на то, что составляя слова, вы таким образом угадаете победный вариант, этого никогда не случится. Не обманывайте себя, не тешьте себя напрасными надеждами. Этого не произойдет. Ищите слово, двигаясь от буквы к букве. У вас обязательно получится. Вы обязательно станете тем самым победителем, которого я так долго жду. И надеюсь, что он уже появится и не будет слишком надолго откладывать свое появление в прямом эфире. 7000 рублей находятся все еще здесь, а давным-давно уже должны оказаться у вас, если вы будете следовать правилам моего задания. Совершите, так сказать, важнейший поступок в вашей жизни. Определите, какая буква должна стать главной для вашего победного слова. И начинайте от нее движение исключительно по линиям. Не нужно никуда перепрыгивать, не нужно никуда перескакивать. Нужно отыскать слово от первой до последней буквы. Ваш вариант должен быть читаемым. Если вам кажется, что вы отыскали победный вариант, но он не читается, то есть не получается логичного слова, а для того, чтобы получилось слово, вам нужно куда-то перескочить, значит, вы работали не с той буквы. Значит, вам нужно в качестве заглавной буквы определить какую-то другую. Возможно, другую гласную, либо другую согласную. Если вы, например, брали букву из центра данного клубочка, попробуйте взять из верхней части, либо наоборот, из нижней, либо с правой стороны, либо с левой стороны. Пробуйте, совершайте всевозможные перемещения, и у вас обязательно все получится. Вы станете моим победителем. Я в этом уверена. Я надеюсь на то, что вы будете разумны и будете следовать правилам моего задания. Как только вам удалось совершить, так сказать, важнейший поступок и определить, какое слово здесь скрывается, не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. И только сегодня, в реальном времени, в данную секунду, вы можете заработать 7000 рублей при условии, что озвучите мне ваш победный вариант. Какое слово вам удалось отыскать? 0948 для тех, кто уже готов поделиться победной версией. И не 7000 рублей я уже вручу вам, а 8000 рублей. Я увеличила сумму вашего вознаграждения на 1000 рублей для того, чтобы вы увеличили скорость появления здесь в прямом эфире, для того, чтобы вы были более мобильны. Вот так вот повышается ваша мотивация. Надеюсь, что вы будете разумным человеком и действительно будете искать победную версию. Не составлять. Не тратьте на это времени. Вот только вдумайтесь. Вот вы, например, составляете слово, то есть вы тратите на это, ну не знаю, там, 2 минуты или там 30 секунд. Это же время, то есть то время, которое вы тратите на составление слова, попробуйте потратить на поиски слова. Я вас уверяю. Я уверяю вас, вам это принесет гораздо большую пользу. Вам это принесет финансовое вознаграждение в размере 8000 рублей. Так думайте же и действуйте, совершайте разумные поступки. Совершите так грамотные действия для того, чтобы действительно стать богаче. И если вам удалось стать тем самым победителем, если вам удалось распутать данный буквенный клубок, добро пожаловать ко мне в пространство прямого эфира. Порадуйте меня своей победной версией. Сумейте мне озвучить победное решение. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте бдительны. Следите за тем, чтобы именно вам удалось отыскать победный вариант от первой до последней буквы. И тогда я вас уверяю, данное вознаграждение окажется у вас в руках. Мне очень хочется верить, что вы станете моим победителем. Тем самым, которого я так долго жду. О котором я просто уже грежу. Я надеюсь, что вы уже ворветесь в пространство прямого эфира и порадуете меня победной версией. Где бы вы сейчас ни находились, в каком бы вы городе ни проживали. Возможно, это мегаполис. Возможно, это... Я слушаю вас в прямом эфире. Говорите ваш вариант. Мне кажется, вы тут спрятали слово «латекс». «Латекс» я здесь спрятала слово. Ну, я полагаю, что это ваша фантазия, которую вы сейчас попытались воплотить в жизнь, озвучить в прямом эфире. Да, веселое словечко, но, к сожалению, это не победная версия. Опять-таки, вами составленная. Давайте будем все-таки более внимательны. Какое-то другое слово здесь скрывается. И я напоминаю о том, что все-таки слово действительно уже есть. То есть вам нет необходимости его составлять. Вы бездумно тратите свое драгоценнейшее время на составление слов. Зачем? Ну, будьте вы благоразумны. Отыщите победный вариант. И тогда 8 тысяч рублей окажутся у вас в кошельке. И ваши новогодние праздники превратятся в настоящий фейерверк грандиозных событий. Потому что многое можно сделать при наличии данной суммы. А, возможно, вы просто захотите порадовать своих друзей и близких в канун Рождества. Совершайте обдуманные поступки, и тогда данное вознаграждение будет принадлежать вам. Действуйте! Все в ваших руках. Если вы действительно знаете, какое слово скрывается в данном буквенном клубке, расскажите мне об этом. Наберите короткий номер 0948. Если вы являетесь жителем нашей волшебной страны под названием Россия, живете в какой-то другой части мира, для вас указан длинный номер телефона, который также есть у нас на экране. Я очень жду моего первого победителя. Я не понимаю, почему вы до сих пор не оказались здесь в прямом эфире и не поделились со мной победной версией. Я просто не верю, что по ту сторону экрана нет того эрудированного человека, который уже сумел распутать данный буквенный клубок. Что же вам мешает оказаться здесь? Возможно, вы стеснительны, возможно, вы достаточно скромный человек и не готовы слышать свой голос в пространстве прямого эфира. Но вы даже можете не говорить, кто вы, откуда. Просто озвучите мне победную версию. И если она действительно окажется победной, тогда наши редакторы после окончания прямого эфира с вами свяжутся. И, соответственно, выяснят, каким же образом передать вам данные вознаграждения. Я вас слушаю. Вы в прямом эфире расскажите, что вам удалось распутать. Алло. Алло, у вас получилось слово «секта». Секта. Вы молодец. Вы действительно отыскали слово, следуя правилам моего задания. Но, к сожалению, данная версия не является победной. Но вы на правильном пути. Посмотрите, как вы разумно действуете. Вы абсолютно правы, что вы оказались в прямом эфире. Какое хорошее, замечательное слово. Вы проверили свой вариант здесь и убедились в том, что он не является победным. Поэтому, уважаемые телезрители, будьте бдительны. Возможно, здесь скрывается ни одно, ни два и ни три слова, которые можно отыскать, следуя по правилам моего задания. Поэтому каждый вариант, найденный, вам необходимо проверить. Потому что только я смогу сказать наверняка, действительно ли ваша версия является победной. Или вам нужно еще вернуться для того, чтобы немножечко подумать и попробовать отыскать какой-то другой вариант. Как же вам облегчить задачу? Как вам помочь стать богаче на 8 тысяч рублей? Прежде всего, я вам еще раз говорю, что вам необходимо решить, какая буква станет заглавной вашей победной версии. Поймите, с чего бы вам хотелось начать. Возможно, это гласные или согласные. Возможно, буква, которая находится в центре данного клубка. Или с правой, с левой части. Или буквы, расположенные снизу, сверху. То есть вариантов того, откуда начинать движение, большое количество. И поэтому не стоит отчаиваться и впадать в уныние, если вам не удалось с первого раза распутать данный буквенный клубок. Это абсолютно нормально. Так бывает, ведь в букв большое количество. Не стоит отчаиваться или расстраиваться. Но самое важное, это не опускать рук. Потому что ваша настойчивость приведет вас к победе. Недаром же говорят, сто дверей закроется, а одна откроется. И только самому терпеливому достанется данное вознаграждение. Потому что терпение и труд все перетрут. Надеюсь, что вы разумный человек и уже стремитесь попасть в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня вашим победным вариантом. 0948 – это ваш короткий номер, если вы являетесь жителем России. Если вы проживаете за ее пределами в какой-то другой части нашего мира, для вас указан длинный номер телефона, который есть на экране. Выполните мое задание и заработайте в конце концов уже 8 тысяч рублей. Поймите, что вы являетесь режиссерами и творцами моего прямого эфира. Ну и, соответственно, своей собственной жизни. Прошлое нам уже, к сожалению, исправить невозможно. Будущее неведомо. И только данная секунда времени, наше настоящее, позволяет нам изменить будущее. Вы можете изменить свое материальное положение, вы можете его улучшить на 8 тысяч рублей. Плюс вы почувствуете себя настоящим победителем. Это перевернет ваше сознание. Следуйте правилам моего задания. Решитесь в эти новогодние праздники преподнести самому себе подарок и заработать 8 тысяч. Я вас слушаю, вы в прямом эфире. Радуйте меня победной версией. Слово «пакет». Ах, «пакет». К сожалению, это не победный вариант. Опять-таки, вами составленный, но не вижу я здесь слова, данное слово, двигаясь исключительно по линиям. Я еще раз подчеркиваю, что в данном клубочке у нас уже имеется победный вариант. Слово уже за вас составлено, просто оно спрятано и запутано. И вот, конечно, вам нужно справиться с этой запутанной историей и отыскать слово, которое сделает вас богаче на 8 тысяч рублей. Не поддавайтесь соблазну составлять слова. Это слишком просто, это не приведет вас к победе. Это легкий путь. Путь к победе, он тернист и сложен, но по нему пройти абсолютно реально, если двигаться от буквы к букве исключительно по линиям. Если отыскать читаемое слово от первой до последней буквы. Конечно, если вы нетерпеливы и вы, например, отыскали какую-то часть слова, а вторую часть решили досоставлять, то имейте в виду, половину вознаграждения за половину найденного слова вы точно не получите. Поэтому не тратьте свое время. Определите в качестве заглавной буквы какую-то другую букву, с которой вы еще не работали. Возможно, она находится абсолютно в противоположной части данного буквенного клубка. Вы выбрали ее и начинайте совершать перемещение. Двигайтесь строго по линиям. Вас никто и ничто не должны сбивать и смущать, если вы отыскали победный вариант. Не служите вы никого и ничего. Поймите, если вы знаете победный вариант, вам никто не должен указывать на то, чтобы стать победителем. Если вы приняли решение оказаться в пространстве прямого эфира, доведите его до конца. В конце концов, кто его знает, возможно, ваша версия и окажется победной. Не проверишь, не узнаешь. А как же вы сможете проверить? Я, к сожалению, не умею читать ваших мыслей. Я не обладаю экстрасенсорными способностями. Даже если вы рассказываете экрану телевизора своим друзьям, соседям, приятелям, вы от этого, лично вы от этого богаче не станете. Максимум они поднимут вам самооценку, потому что вы молодец. Не более того, а я же пополню ваше материальное благополучие на 8 тысяч рублей. Окажитесь в пространстве прямого эфира. Вы ничего не потеряете при условии, что озвучите мне победную версию. Думайте, действуйте. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории России. Проживаете за ее пределами или отдыхаете за ее пределами. Это замечательно. Где бы вы ни были, в какой бы части нашей великолепной планеты Земля вы сейчас не находились, если вы видите меня на экране, значит, вы можете стать моим победителем, и 8 тысяч рублей могут достаться именно вам. Отыщите победный вариант и поделитесь со мной им в прямом эфире. Помните о том, что слово должно быть найденным, не составленным. Найденным от первой до последней буквы. Мы отыскали. Чудесно. Не ждем никого и ничего. Мгновенно оказываемся в пространстве прямого эфира, чтобы рассказать мне, какой же вариант вам удалось найти. Какую букву вы определили в качестве заглавной и куда сначала отправились. Возможно, вы определили в качестве заглавной букву, например, букву «С», которая находится в центре данного клубка. И совершили от нее перемещение вверх. Затем вы пошли вправо, влево. Вы можете двигаться куда угодно, по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Это не имеет никакого значения. Самое важное, чтобы вы двигались от буквы к букве исключительно по линиям. Ваш клубочек, ваша ниточка не должна разрываться. Если есть хоть один разрыв, ну, я думаю, что есть среди телезрителей те, кто занимаются тем, что умеют вязать, например. Вы же понимаете, что если нить разрывается, то уже красивого вязального полотна не получится. То же самое и здесь. Не получится у вас победной версии. Слово должно быть цельным от первой до последней буквы. Вот как пусинки нанизываются на веревочку, вот то же самое и буквы. Они получаются едиными. Я слушаю ваш вариант. Пожалуйста, расскажите мне его. Алло. Здравствуйте. Слово спектакль. Именно это слово здесь скрывалось. Я вас поздравляю. Вы такая молодец. Вы стали моим первым победителем сегодня. Как вас зовут? Рената. Рената. И откуда вы? В город Алапаевск. В город Алапаевск отправляются 8 тысяч рублей. Я с удовольствием перехожу, благодаря Ренате, ко второму заданию, которое через некоторое мгновение уже появится у вас на экране. Будьте внимательны. Оно гораздо сложнее, чем предыдущий буквенный клубок. Поэтому вам необходимо максимально сосредоточиться для того, чтобы с ним справиться. И как только вы с ним справитесь, с данным буквенным набором, вы сумеете заработать своим умом 9 тысяч рублей. Давайте внимательно посмотрим на данный буквенный набор. Вам необходимо, а вот теперь ваше любимое занятие. Вам необходимо из данного буквенного набора составить слово. Да, все правильно. Вы не ослышались. Действительно, сейчас нужно составлять слова. А вот какое слово окажется победным, это вопрос. Вопрос, на который, я уверена, у вас уже есть какой-то ответ. Привет. Обратите внимание, что букв здесь большое количество, поэтому вариантов также будет много. Поэтому я рекомендую быть разумным человеком и проверять каждый составленный вариант. Как только у вас получилось составить хоть какое-то слово, вы должны убедиться в том, что оно является победным. Потому что вы наверняка сами точно не сможете узнать. Слов можно составить много. И только я смогу сказать точно, является ли ваш вариант победным. Поэтому не теряйте ни секунды времени, вглядитесь в данный буквенный набор и начинайте двигаться в направлении составления слов. Возможно, для начала вы можете составить для разминочки какое-то короткое слово. Возможно, у вас сразу же получится составить длинный вариант. Возможно, это будет всего лишь навсего слово, состоящее из одного слога. Возможно, два, три. Мне абсолютно не имеет значения. Для меня не важно, каким образом вы микшировать будете данные буквы. Каким образом вы перемешаете их. Я рекомендую, если вам сложно визуально составлять слова, глядя на монитор компьютера, экран телевизора, вы возьмите и перепишите на листочек. В абсолютно любой последовательности, как вам удобно. Чего я вам не рекомендую делать? Прежде всего, ни в коем случае не добавляйте новых букв. Те буквы, которые вы видите перед собой на экране, поверьте мне, вполне достаточно, чтобы определить победное слово, чтобы составить здесь победную версию. Не удваивайте те буквы, которые находятся перед вами. Если вы будете удваивать их, то победителем вы не станете, потому что вы нарушите мои правила. Вот, собственно, и все на этом. Вам остается всего лишь навсего, так сказать, засучить рукава и приняться за работу для того, чтобы ее сделать как можно скорее, как можно скорее составить хоть какой-нибудь вариант и озвучить мне его в прямом эфире. 0948 – это короткий номер, если вы проживаете на территории России. Если вы проживаете в какой-то другой части мира, для вас указан длинный номер телефона, который также есть на экране. Будьте внимательны, составляйте как можно скорее хоть какие-нибудь варианты и поделитесь ими со мной в прямом эфире. Расскажите, какое слово вам удалось составить? Что в итоге получилось? Вам удалось добиться победного результата? Если да, я буду за вас рада. Я буду рада, потому что у меня появится второй победитель. Поверьте мне, я точно так же, как и вы, испытываю положительные эмоции, когда объявляю вас победителем. И мне хочется двинуться дальше, потому что я приготовила для вас слишком много сюрпризов и подарков. Поэтому я надеюсь, что мы будем достаточно быстро справляться с каждым моим последующим заданием. Ну и как можно больше людей сегодня станут богаче благодаря данному интеллектуальному шоу. И счастливый час придет в вашу жизнь. Здесь и сейчас, в абсолютно реальном времени, вы можете заработать 9 тысяч рублей при условии, что в прямом эфире озвучите мне победный вариант. Какое слово вам удалось составить? Действительно ли данная версия является победной? Действуйте! Все в ваших руках. Обратите внимание, что здесь есть буквы, например, которые находятся, ну, скажем так, уже изначально удвоенные. Возможно, это какой-то добрый знак. Но я ни на что не намекаю. Я ни к чему вас не призываю. Вы сами являетесь творцами и режиссерами моего прямого эфира. И только вы знаете, как справиться с данным заданием. Только вы определяете, какое же слово вам озвучивать. Я вас слушаю. Пожалуйста, поделитесь составленной версией. Алло. Алло. Да. Девушка. У меня ворон. Ворон. Действительно можно составить. Замечательное слово. Но, к сожалению, эта версия не является победной. Но вы молодец. Вы молодец. Вы пробуйте. И это прекрасно. Попытка, как говорится, не пытка. Я надеюсь, что через некоторое время вы вновь окажетесь здесь у меня в прямом эфире. И уже озвучите другое слово, которое, вероятно, окажется победным. Проверяйте все свои версии. Поймите, что вы сами никогда наверняка не сможете понять, является ли ваш вариант победным. А, как говорится, незнание – это хуже всего. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому, оказавшись в пространстве прямого эфира, вы наверняка для себя уже сумеете определить, является ли ваша версия победной. Возможно, вам нужно будет еще немножечко подумать. Ну и прекрасно. Таким образом, вы не потеряете время, а наоборот, выяснив, что ваша версия не является победной, быстренько будете думать в другом направлении и окажетесь здесь вновь. Потому что количество ваших появлений я не ограничиваю. Вот сколько раз хотите, столько раз и общайтесь со мной. И чем больше вы этого будете делать, тем мне от этого будет лучше и приятнее. Потому что я не люблю здесь находиться слишком долго в одиночестве. Мне хочется, чтобы у меня появился разумный собеседник. Мне хочется, чтобы вы мне как можно скорее озвучили победный вариант. Какое слово вам удалось составить? Порой я запрещаю вам это делать. Очень часто у меня бывают задания, в которых ни в коем случае нельзя составлять слова. Ну, вспомните хотя бы первое задание, где мы распутывали буквенный клубок. Там я была против того, чтобы вы составляли слова. Я настаивала на том, чтобы вы двигались по линиям и распутывали составленный вариант. Ну, а здесь, пожалуйста, полет вашей фантазии. Что хотите, то и составляйте. Самое важное – проверять ваши версии в прямом эфире. Думать исключительно в этом направлении. Думать о том, чтобы как можно скорее здесь оказаться, чтобы порадовать меня вашим победным вариантом. 0948 – это короткий номер, если вы являетесь жителем нашей страны под названием «Россия». Если вы проживаете в другой части мира, то для вас указан длинный номер телефона. Вот и получается, что где бы вы ни находились, чем бы вы сейчас ни занимались, а 9000 рублей можете заработать своим умом и своей эрудицией, если составите победный вариант. Ну и, конечно же, если вы мне его озвучите в прямом эфире. Поймите, что для того, чтобы оказаться в пространстве прямого эфира, не нужно обладать какими-то уникальными качествами. Я абсолютно не требую от вас чего-то особенного. Думайте и ищите все-таки, составьте исключительно победную версию. И окажитесь в пространстве прямого эфира. Мне не важно, кто вы, где вы живете, кто вы по профессии, учитель, врач, шахтер, дворник, депутат. Вы живете в крупном городе, в маленькой деревне, возможно, вы живете в селе, возможно, вы вообще живете на окраине какого-нибудь... Я слушаю вас, вы в прямом эфире. Поделитесь со мной вашим победным, я надеюсь, вариантом. Алло. Алло. Да. А вот у меня получилось слово «барин». «Барин» действительно можно составить. И хорошее слово, красивое, старинное. В свое время оно было крайне актуальным в 19 веке, но сейчас, к сожалению, оно не актуально, потому что не является победным. Думайте, действуйте. 9 тысяч рублей все еще находятся здесь у меня, а я давным-давно уже хотела бы передать их в ваше владение. Так порадуйте же меня своей победной версией. Как можно скорее окажитесь здесь в прямом эфире, чтобы рассказать мне слово, которое вам удалось составить. Я вижу, вы стараетесь. Вы молодцы. Посмотрите, сколько интересных вариантов уже прозвучало. Я понимаю, что задание непростое. И поэтому за победный вариант я готова предложить вам 10,5 тысяч рублей. Я сразу на полторы тысячи рублей увеличила сумму вашего вознаграждения. Вот видите, я на вашей стороне. Я стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее вы здесь оказались. Я надеюсь на ваш ответный шаг. Я надеюсь, что вы будете мне благодарны и ворветесь в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Какое слово вам удалось составить? Расскажите мне об этом. Я слушаю ваш вариант. Поделитесь. Это зарево. Зарево. Полагаю, что данное слово можно составить. Но, к сожалению, тоже данная версия не является победной. Вот видите, какое большое количество слов можно составить из данного буквенного набора. Огромнейшее. Потому что букв здесь предостаточно. Здесь букв целых, не побоюсь этого слова, 11. А из 11 букв можно составить большое количество разных слов. И поэтому вам нужно быть внимательным. Вам нужно все-таки следовать тому, чтобы как можно скорее составить здесь победный вариант. И как только вам удалось составить слово, слово у вас получилось интересным, на ваш взгляд. Но расскажите мне об этом. Поделитесь со мной вашим победным вариантом. Не нужно рассказывать друзьям и коллегам. Не нужно говорить, даже громко заявлять экрану телевизора. Так тут вот это вот. Я же не смогу прочитать ваших мыслей. Я вас не услышу там, по ту сторону экрана. Я вас могу услышать только в прямом эфире. Алгоритм появления вашего здесь крайне прост. Вам нужно просто набрать короткий номер 0948, если вы являетесь жителем России. Ну, а если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. Вот и получается, что все в ваших руках в прямом смысле этого слова. Вы сами для себя решаете. Здесь все абсолютно просто. Не нужно думать, что здесь какое-то чудо должно произойти, что какая-то удача эфемерная вам должна поспособствовать. Нет. Все абсолютно реально. Вы сами реально решаете для себя, действительно ли вы хотите стать победителем. Если вы готовы, если вы отыскали, составили здесь слово, значит, вам нужно просто набрать короткий номер, либо длинный номер, если вы проживаете за территорией Российской Федерации. Озвучить мне его в прямом эфире и заработать данное вознаграждение. Все просто. Не вижу в этом никаких сложностей. Все абсолютно бытово и достаточно примитивно. Знаете слово? Есть вариант. Действуйте. 0948 для тех, кто проживает на территории России. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. И не надо надеяться на то, что в следующий раз, завтра, послезавтра. Зачем? Мы не знаем, что будет завтра. Нужно жить настоящим, нужно жить данной секундой времени. Поймите, что прошлое уже вы не можете изменить. Вы можете изменить свой завтрашний день, который нам неизвестен. В данную секунду к лучшему вы можете заработать своим умом, своими способностями 10,5 тысяч рублей. Так зачем же упускать такую возможность? Зачем же позволять, чтобы кто-то другой становился богаче? Я не понимаю. Я думаю, что мои телезрители все-таки разумные и эрудированные люди. Но я надеюсь на то, что вы будете действовать. Соберитесь. Соберитесь свою силу, соберите свою настойчивость и уже окажитесь в прямом эфире. Я знаю, что вы уже составили слово, и вам нужно его просто проверить. Жду вас. 0948, если вы проживаете на территории России. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Расскажите ваш вариант. Да, ждите. Слово верба. Верба. Можно составить. Безусловно, замечательное слово, красивое, но, к сожалению, непобедное. Вот видите, какое большое количество слов можно составить из данного набора букв. И поэтому нужно обязательно каждое проверять. Но по-другому никак. Но как же вы сами сможете определить, какое слово является победным? Да никак. Только я смогу вас направить на путь истинный. Только я смогу сказать вам наверняка, являетесь ли вы победителем, или вам нужно вернуться для того, чтобы еще поразмыслить, подумать, посоставлять слова. Определите победный вариант. Составьте слово. Сколько букв должно быть в победной версии? Как вам кажется? Я не знаю. Вы решаете. Вы режиссеры и творцы прямого эфира. Вы являетесь, так сказать, теми людьми, которые руководят данным интеллектуальным шоу «Счастливый час». Если вы знаете слово, которое здесь скрывается, поделитесь им со мной как можно скорее. Если вам уже удалось что-то составить, ну не таитесь вы от меня. Быстрее справимся с данным заданием, сможем отправиться дальше. Потому что я приготовила для вас сегодня большое количество интересных праздничных головоломок. Так думайте же, как можно активнее. Поверьте, что мои следующие головоломки, они, конечно, не менее денежные, но более сложные. Поэтому я не вижу никакого принципиального смысла оставлять незаконченным данное задание и переходить вперед. Пока мы не разберемся и не выясним, какое же слово можно составить из данного набора букв, какой же микс можно грамотный организовать здесь, мы никуда не двинемся. Если вы рассчитываете на то, что, ой, ну вот как только появится следующее задание, так точно я окажусь в пространстве прямого эфира. Вы напрасно ждете. Ведь вы можете оказаться здесь столько раз, сколько посчитаете нужным. В конце концов, здесь может в любую секунду оказаться победителем его первого задания, прекрасная леди из города Алапаевска, и заработать помимо своего первого вознаграждения еще и 10,5 тысяч рублей. Да, и это абсолютно реально, потому что это возможно, ведь количество ваших появлений здесь я не ограничиваю. Как только вы захотели здесь оказаться, окажитесь. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Сегодняшний день, он не подлежит ни обмену, ни возврату. Его нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. И что толку на меня просто смотреть? Ну нет никакого смысла оставаться вам в стороне, быть сторонним наблюдателем. Перейдите из наблюдателя в деятеля. Решили стать победителем? Докажите прежде всего самому себе. Не мне, не своим друзьям, а самому себе. Потому что вы же живете, вы же живете своей собственной жизнью, так сказать, ради себя. Я слушаю вас. Пожалуйста, порадуйте меня вашей победной версией. Алло, здравствуйте, девушка. Слово «резина». Угу, «резина». Эх, к сожалению, ваш вариант не является победным. Но вы все равно молодец. Вот молодец. Я рада за то, что вы решились оказаться в пространстве прямого эфира. Пусть даже не стали победителем. Но зато сейчас у вас есть возможность через некоторое время вновь опять здесь оказаться. И порадовать меня, я надеюсь, уже каким-то другим словом. Возможно, именно оно окажется победным. Пробуйте, составляйте слова. Сложно визуально составить слово. Пожалуйста, вы можете переписать на листочек в абсолютно удобной для вас последовательности. Можете переписать строчку, не знаю, там, вертикаль, да как угодно. То есть перепишите, как вы считаете нужным. И пробуйте, составляйте слова. Вообще-то очень сильно развивается интеллект. Это очень полезно. Так что я рекомендую немножечко провести такую мозговую гимнастику. Давайте разомнем наше серое вещество. И тем более, что заработаем 10,5 тысяч рублей. Думайте, действуйте. Составили слово. Решитесь оказаться в пространстве прямого эфира как можно скорее. 0948, если вы являетесь жителем России. Живете за ее пределами. И прекрасно для вас есть другой номер телефона, который указан здесь на экране телевизора. Будьте внимательны. Совершайте разумное действие в новом 2016 году. Я вам плохого не посоветую. Я вам советую здесь оказаться как можно скорее и заработать 10,5 тысяч рублей. Следуйте моим советам, и ваша жизнь наладится. Вы обязательно измените ее к лучшему. Но поверьте, как замечательно и приятно стать победителем. Это как в конце концов повышает самооценку. Это раз. А во-вторых, увеличит ваш материальный бюджет на 10,5 тысяч рублей. У меня сегодня, кстати, еще никто не зарабатывал данное вознаграждение. Вы сможете стать первым человеком, который заработает приличную сумму. Мне кажется, это более чем достойный вариант. Можно хороший подарок преподнести своим домочадцам на Рождество. Ну или порадовать себя, как будущее, как почувствовать себя настоящим Дедушкой Морозом и самому себе преподнести замечательный подарок. Почему нет? Возможно, все, ведь мы находимся на новогодних каникулах. Каникулы, к сожалению, рано или поздно закончатся, поэтому нужно успевать получать как можно больше положительных эмоций. В данном случае я предлагаю вам ощутить положительные эмоции в данную секунду времени и стать моим вторым победителем, заработать 10,5 тысяч рублей. Естественно, просто так они не... я просто так их вручить вам не смогу. Я должна услышать от вас победный вариант. Слово, которое вы составили. Проверяйте любые ваши версии. Как только вы хоть что-нибудь сложили, как только у вас получилось что-то логичное, пожалуйста, я жду вас. И не сомневайтесь в себе, нужно верить в себя. И все у вас получится, я знаю. Я знаю, что по ту сторону экрана где-то есть тот самый человек, который, возможно, уже составил победную версию. Так сколько же мне вас ждать? Я, конечно, могу здесь находиться бесконечно долго, но ведь мы находимся в пространстве прямого эфира. И, к сожалению, рано или поздно наступит тот момент, когда, в общем-то, время закончится. Я не хочу останавливаться на втором задании. Мне хочется, чтобы было как можно больше заданий, чтобы как можно больше людей стали богаче и счастливее. Чего же вы ждете? Если вам удалось уже составить слово, я слушаю ваш вариант. Пожалуйста, радуйте меня. Алло. Да. Здравствуйте. А вот здесь слово образование. Ну вы такая умница, вы такая молодец. Ну, конечно же, это слово образование. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Диана. Откуда вы? Я из Красноармейска. В Красноармейск отправляется 10,5 тысяч рублей. Диана, молодец. Ну, а мы переходим к следующему заданию, которое гораздо сложнее, чем данный набор букв. Но имейте в виду, я верю в то, что вы обязательно с ним справитесь, потому что оно уже появляется у вас на экране. Что мы видим? Мы видим 36-буквенное табло, в котором я спрятала три слова. И если вы назовете хотя бы одно из трех победных слов, я, соответственно, вручу вам 11 тысяч рублей. Имейте в виду, что 11 тысяч рублей – это только начало, потому что если вы в прямом эфире озвучите мне два победных слова, то сумма вашего вознаграждения возрастет на тысячу рублей. Если я услышу от вас три победных версии, я порадуюсь за вас и еще увеличу на тысячу рублей сумму вашего вознаграждения. Вот и получается, что вы сами решаете, насколько вам становиться богаче. И если вы приняли решение стать моим победителем, вам нужно только выполнить условия моего задания. Каким же образом мы будем искать слова? Я еще раз подчеркиваю, слова уже составлены, они уже есть, то есть вам нет необходимости их составлять. Они спрятаны в глубине данного буквенного табло, где-то внутри и спрятаны необычным способом. Их невозможно прочитать слева направо, их невозможно отыскать сверху вниз. Их можно только найти, соблюдая принцип змейки. В чем же он заключается? Помните, мы с вами распутывали буквенный клубок? Там мы определяли первую букву в качестве заглавной. Здесь мы делаем то же самое. Мы определяем первую букву в качестве главной и начинаем от нее двигаться исключительно по линиям. Мы двигаемся от буквы к букве, следим за тем, чтобы наше слово было цельным, чтобы оно поворачивалось под прямым углом. Если вам удалось отыскать слово, которое спрятано по принципу змейки и находится здесь и поворачивается под прямым углом, значит, вы и есть мой победитель. Значит, вам остался последний шаг на пути к зарабатыванию 11 тысяч рублей. Просто отказаться здесь в прямом эфире и порадовать меня своей победной версией. 0948 – это короткий номер для всех жителей Российской Федерации. Ну а если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Действуйте, определяйте победную версию и поделитесь со мной победным вариантом. Если вам уже удалось отыскать в данном буквенном табло хотя бы одно слово, я рада за вас, но я хочу узнать наверняка, является ли ваш вариант действительно победным или вы отыскали непобедную версию. совершите одно единственное, так сказать, грамотное, примите грамотное решение. Определите, какая буква должна стать первой. Потому что первая буква может привести вас к победе, а может не привести. Может, наоборот, запутать. В чем же сложность? Сложность заключается в том, что, например, если вы определили в качестве заглавной буквы какой-то вариант и начинаете от него двигаться, и вам не удается отыскать цельного слова, ну а только вам удалось отыскать часть слова, то знайте, что вы пошли по ложному пути. Вам нужно оставить в покое данную букву. Вообще не обращать на нее никакого внимания, а совершать перемещение и работать с какой-то другой буквой. Пробовать двигаться от нее, соблюдая принцип змейки. Слово должно быть найдено от первой до последней буквы. Каким же образом движется наша змейка? Имейте в виду, что змейка может двигаться исключительно в четыре направления. Вы можете двигаться вверх, вниз, вправо, влево. Вы не можете двигаться по диагонали, потому что движение по диагонали не приведет вас к победе. Следуйте правилам моего задания. Не нарушайте их, и именно вы станете моим победителем, которого я так долго жду, и надеюсь, что мне ждать его не придется слишком долго. Будьте тем самым разумным человеком, окажитесь в пространстве прямого эфира и порадуйте меня своей победной версией. Какое же слово вам удалось отыскать в данном буквенном табло? Расскажите мне об этом. Совершите одно единственное, так сказать, грамотное решение в своей жизни. Найдите слово «Соблюдая принцип звеньки» и порадуйте меня своим победным вариантом. Если вам удалось отыскать здесь не одно слово, а, например, два, я вас поздравляю. Вам нужно тогда озвучить мне в прямом эфире два варианта, и сумма вашего вознаграждения возрастет на тысячи рублей. Если вы отыскали сразу же три победных слова, я тоже вас с этим поздравляю, потому что сумма вашего вознаграждения увеличится, так сказать, на две тысячи рублей. Но почему я не рекомендую искать вам все три слова сразу? Да потому что вы можете потратить большое количество времени, вы можете слишком углубиться в поиске трех победных слов. А в то время может показаться, появится в прямом эфире тот человек, который уже отыскал одно. Смотрите, если у вас действительно не получается сразу же отыскать все три слова, не теряйте время, оказывайте здесь в прямом эфире, и поделитесь со мной хотя бы одним победным вариантом. Нет, конечно, если вы уже нашли все три слова, то почему же все три слова не сказать? Я слушаю вас. Что вам удалось отыскать? Расскажите мне. Здравствуйте, слово тарелка. Тарелка. Давайте внимательно посмотрим, действительно ли можно отыскать данное слово, соблюдая принцип змейки. К сожалению, невозможно. К сожалению, вы пошли по более простому пути и начали составлять слова. Имейте в виду, если вы начинаете составлять слова, вы только вдумайтесь, что здесь 36 букв. Здесь можно составить, ну, я не знаю, но мне кажется, как минимум, несколько десятков слов. А какой в этом смысл? Вы так... Я буду слушать все ваши версии до утра? Если вы рассчитываете на то, что вы будете составлять слова и угадаете хотя бы одну из трех победных версий, это ошибка. Это ошибка, потому что вы теряете свое драгоценное время на то, что поддаетесь каким-то эфемерным иллюзиям. Нет. Вы никогда не сумеете здесь угадать победную версию. Вы ее можете только найти, соблюдая принцип змейки, двигаясь от буквы к букве. Совершите одно единственное грамотное решение в своей жизни, так сказать, определите, какая буква должна быть победной. Возможно, вам удалось отыскать только половину слова. Это значит, что вы работали не с той буквы. И не надо вторую часть слова допридумывать и досоставлять. Нет. Вам нужно оставить в покое. Не надо ничего домысливать. Поймите, что победная версия, она целиком, от начала до конца. И не составляет никаких трудностей в ее поиске, если вы действительно определили ту самую букву, которая является первой победной версией. Двигаясь от нее, соблюдая принцип змейки, вам удастся отыскать победный вариант. Не удалось сразу? Попробуйте с другой буквы. Возможно, вы работали в верхней части данного буквенного табло. Обратите внимание на центральную часть. Попробуйте определить заглавную букву в нижней части буквенного табло. Ну, то есть вариантов того, откуда вы начнете движение, большое количество. Самое главное – это вам начинать уже как-то действовать, уже принять решение стать победителем и реально им стать. Ну, нет ничего проще, казалось бы. Да не так-то легко отыскать здесь победное слово. Я вас слушаю. Что вам удалось найти? Расскажите мне об этом. По-моему, слово «клоповник». Нет. Это не слово «клоповник». Однозначно нет. 0948 – это телефон прямого эфира для тех, кто уже готов поделиться со мной победным вариантом. Я надеюсь на то, что вы здесь появитесь в ближайшее мгновение. Борветесь пространство прямого эфира и порадуйте меня своим победным вариантом. Если вы проживаете за пределами Российской Федерации, для вас указан длинный номер телефона, который также есть на экране. Будьте разумным человеком. Решите стать победителем здесь и сейчас и заработать своим умом и своими способностями достойное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей. О чем же вы сейчас думаете? Вы должны быть максимально собраны, сконцентрированы и направить свои мысли исключительно на поиски победного варианта. Нашли слово? Поделитесь им со мной. Расскажите в прямом эфире, какое же слово здесь скрывается. Порадуйте меня своей победной версией. Я очень надеюсь на то, что вы будете благоразумны и будете следовать правилам моего задания. Как только вам удалось отыскать победный вариант, не теряйте ни секунды времени. Мгновенно здесь окажитесь и докажите всем, ну и, конечно же, прежде всего, самому себе, что именно вы являетесь тем самым победителем, тем самым человеком, который достоин заработать своим умом. Задание непростое. Не так-то, казалось бы, да, вот слова уже есть, но что сложного? Смотришь ты на это буквенное табло и пробуешь найти. Но здесь такое большое количество букв, что сложно с первого раза определить, какая же буква должна быть победной. Каким же образом здесь удалось спрятать данные слова? Получается так, что прочитать их привычным способом у вас не получится, даже если вы будете очень стараться. То есть привычного слева-направо не ждите. Сверху-вниз по принципу сканворда или кроссворда вам тоже не удастся отыскать слово. Слово запутано по принципу змейки. То есть оно поворачивается под прямым углом, а это непривычно человеческому глазу. Поэтому и получается, что с первого раза не удается отыскать победного варианта. Ну и что? Не повод расстраиваться. Подумайте как-то в другом направлении. Попробуйте, поищите здесь слово, которое действительно скрывается, соблюдая принцип змейки. Пробуйте, действуйте, и вы обязательно станете моим победителем. Я почему-то на это очень надеюсь. Я очень рассчитываю. Я слушаю ваш вариант. Пожалуйста, расскажите мне о нем. Алло. Ракетка. Ракетка? Ну, конечно же, нет. Но вы сами внимательно посмотрите. Ведь вы же сами можете себя перепроверить. Вы же можете действительно следовать по принципу змейки и четко понимать, составили вы слово или нет. Зачем вы упрощаете себе задачу? Путь к победе тернист и труден, но он досягаем. Если вы будете действительно следовать по правилам моего задания. Не составляйте слова, не тратьте на это время. Лучше потратьте время более разумно. Попробуйте найти слово. Кто ищет, тот всегда найдет. Надо думать об этом, надо мыслить в позитивном направлении. Определите, какая буква должна стать заглавной в вашей победной версии. И начинайте от нее движение. Двигаться вы можете только в четыре направления. Вверх, вниз, вправо и влево. Больше никуда вы двигаться не можете. То есть по диагонали перемещаться, к сожалению, увы и ах, вы не можете. Решили стать моим победителем? Станьте им здесь и сейчас в данную секунду времени. Пожалуйста, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что сегодняшний день, он максимально подходит для того, чтобы стать победным для вас. Так станьте же моим победителем. Решитесь оказаться в пространстве прямого эфира и порадовать меня своей победной версией. Какое слово вам удалось отыскать в данном буквенном табло? Пробуйте, действуйте, ищите всевозможные победные варианты. Совершите одно единственное разумное действие. Прежде всего, это поиск победного слова. И для того, чтобы отыскать тот самый победный вариант, вам нужно понять, какая буква должна стать первой. Если у вас есть четкое представление о том, какая буква должна стать заглавной, возможно, это гласная или наоборот согласная, то начинайте двигаться от нее, исключительно соблюдая принцип змейки. Двигаемся. Сумели отыскать победную версию? Прекрасно. Я счастлива. Я очень надеюсь на то, что у меня здесь появится победитель. Мне хочется уже как можно скорее разобраться с данным буквенным табло. Так помогите же мне в этом. Но почему вы до сих пор не решились здесь оказаться? Что вас смущает? Чем еще я могу вам помочь, чтобы здесь вы оказались? Как вас направить в сторону победы? Только вы можете сами себя направить. Ведь вы сами являетесь режиссерами и творцами прямого эфира. И только вы определяете, когда и насколько вам становиться богаче. А я рекомендую вам все-таки немножечко подсобраться, потому что мотивация достойная. 11 тысяч рублей находятся здесь. И хочется мне, чтобы они оказались уже у вас. Позвольте мне это. Позвольте прежде всего самому себе стать победителем. Я слушаю вас. Вы находитесь в прямом эфире. Расскажите мне, что вам удалось отыскать. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Сумок Таракта. Ну, я не спрятала здесь такого слова. Здесь другие слова скрываются. И за любое из них, найденное и названное в прямом эфире, я готова вручить 13 с половиной тысяч рублей. Посмотрите, я сразу же на 2 с половиной тысяч рублей увеличила сумму вашего вознаграждения. Это значит, что вы тоже должны уже начать делать активные шаги в мою сторону. Вы уже должны врываться в пространство прямого эфира, чтобы рассказывать мне свои победные версии. 0948 – это короткий номер, если вы являетесь жителем Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте разумным человеком. Следуйте правилам моего задания. И вы обязательно добьетесь победного результата. Вы обязательно заработаете 13 с половиной тысяч рублей, если будете следовать правилам моего задания. Думать нужно исключительно об этом, о том, какие слова скрываются в данном буквенном табло. Если вам удалось отыскать победный вариант, я рада за вас. Я вас готова поздравить с этим. Но только вы мне о нем расскажите в прямом эфире. Я же не смогу прочесть ваши мысли. Это невозможно. Как? Я не экстрасенс, у нас совершенно другая программа. Так что как-то вот хотелось бы, чтобы вы уже максимально решили здесь оказаться. Здравствуйте, расскажите мне ваше победное слово. Алло. Слово театралка. Нет, конечно. Ну каким образом вам удалось здесь его отыскать? Его невозможно отыскать. Да, длинное, прекрасное слово, замечательное. Но на этом все. Это единственное его достоинство, что слово его длинное. Но здесь можно составить кучу длинных слов. Какой в этом смысл, если мы сейчас будем заниматься тем, что просто перебирать длинные слова? Не в этом цель. Цель абсолютно другая. Чтобы ее достигнуть, вам нужно отыскать слово, которое уже составлено. Здесь находятся три победных версии, которые спрятаны в данном буквенном табло. Спрятаны необычным способом. Нельзя прочитать привычным способом слева направо победный вариант или сверху вниз. Слово изгибается по принципу змейки. И найти его можно только лишь двигаясь в четырех направлениях. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Определите, какая буква должна стоять в качестве заглавной. И начинайте от нее перемещаться. Вверх, вниз, вправо, влево. Следите за тем, чтобы ваш победный вариант, который вам удалось отыскать, был действительно найден от первой до последней буквы. Чтобы вы ничего не добавляли и ничего не досоставляли. Вот об этом вы должны думать. И если вам удастся справиться с данным заданием, мгновенно окажитесь в пространстве прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Думайте, действуйте, совершайте грамотные действия. Будьте разумны, у вас обязательно все получится. Я верю в то, что здесь через некоторые мгновения появится мой победитель, который сумеет заработать своим умом. И своими способностями. Я слушаю вас, пожалуйста, расскажите, каким образом вам удалось отыскать победный вариант. Девушка, посмотрите, по-моему, здесь полковник. Нет, конечно. Я не вижу здесь данного варианта, соблюдая принцип змейки. И чтобы как-то ограничить круг ваших поисков, я сообщаю вам кое-какую важную информацию. Все слова, которые скрываются в данном буквенном табло, отвечают на вопрос «что?» Кого-то искать не нужно. Ищите слова, отвечающие на вопрос «что?». И как только вам удалось это сделать, как только вам действительно удалось отыскать победную версию, поделитесь ею со мной в прямом эфире. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который также есть на экране. Будьте, пожалуйста, настойчивы, будьте внимательны, и вы обязательно справитесь с моим заданием. С ним абсолютно легко справиться, если действительно верить в то, что все получится. А я верю в вас. Я верю, что где-то там, по ту сторону экрана, у меня есть победитель, который сумеет отыскать победную версию. Я вас слушаю. Пожалуйста, говорите в прямом эфире. Алло. Вы знаете, я подумала, мне кажется, это арталетка. Нет, конечно. Длинное, замечательное слово, но на этом его достоинства опять-таки заканчиваются. Что-то другое здесь скрывается. Напоминаю, что мои слова отвечают на вопрос «что?». Имейте в виду, что здесь скрывается три слова, но все три слова я не настаиваю на том, чтобы вы озвучивали. Чтобы стать победителем, достаточно назвать одну победную версию в прямом эфире. Конечно, если вам удалось отыскать, например, два победных слова, замечательно. Сумма вашего вознаграждения может увеличиться на тысячу рублей. Если вам удалось отыскать три победных версии, я рада за вас. Данное вознаграждение увеличится еще на тысячу рублей. Вот и получается, что где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, вы можете в любую секунду ворваться в пространство прямого эфира и порадовать меня своим победным результатом. Думайте, действуйте, совершайте исключительно грамотные поступки. И двигаясь, так сказать, от буквы к букве, перемещаясь по принципу змейки, либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево, вы обязательно станете моим третьим победителем. Ведь у меня сегодня уже было два победителя, и это прекрасно. Я надеюсь, что и на третьем мы не остановимся, а сможем сделать так, что у нас появится гораздо больше. Имейте в виду, что в данном буквенном табло может быть не один победитель, два или три, а может быть и один. Все зависит от вас. Опять же, вы решаете, когда и на сколько вам становиться богаче. Если вы отыскали все три победных версии, ну что ж, я рада за вас, тогда окажитесь в пространстве прямого эфира и порадуйте меня своим вариантом. Если вам удалось отыскать только одну победную версию, ну, тоже ничего страшного. Я уверена, что рано или поздно вы отыщете и другие победные варианты. Думайте, действуйте. Я жду вас. Я надеюсь на то, что вы поторопитесь, потому что мне уже хочется, чтобы здесь оказался мой победитель, чтобы он ворвался в пространство прямого эфира и порадовал меня своим победным вариантом. Как только вам удалось отыскать в данном буквенном табло слово, хотя бы одно из трех, мгновенно окажитесь здесь в прямом эфире и расскажите мне об этом победном варианте. Какое же слово здесь скрывается? Определите его. Ну и порадуйте меня. Думайте, действуйте. Я слушаю вас, вы в прямом эфире. Пожалуйста, расскажите, что вам удалось отыскать. Алло. Это слово «карикатура». Карикатура? Нет. Ну, вы знаете, это, конечно, не победная версия, но чем-то она мне нравится. Думайте еще. Опять же, вы свою версию составили. Я вижу какие-то части, но, к сожалению, ведь мое победное слово, оно скрывается от первой до последней буквы. То есть вы должны отыскать читаемую версию целиком. 0948 для тех, кто уже готов оказаться в пространстве прямого эфира. Это короткий номер, если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте внимательны, будьте бдительны, у вас обязательно все получится. Я верю, что вот-вот уже должен появиться мой победитель. Надеюсь, что вы будете благоразумным человеком и ворветесь в пространство прямого эфира, и порадуйте меня своей победной версией. Действуйте! Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Возможно, сегодняшний день он максимально подходит для того, чтобы стать победным. Я жду вас, а вот вы, пожалуйста, не ждите никого и ничего. Если вы решились стать моим победителем, вперед к победе, вас никто и ничто не должны сдерживать и останавливать. Решили стать победителем? Станьте! 0948 – это короткий номер, если вы проживаете на территории Российской Федерации. Проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте внимательны, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Хотите стать богаче в данную секунду времени? Действуйте! Ну а если не хотите, мне ведь вас не заставить. Но имейте в виду, что данное вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей сегодня еще никто не зарабатывал. Вы можете стать моим третьим победителем. Я уверена, что вам уже удалось в данном буквенном табло отыскать хотя бы одно победное слово. Я на это очень рассчитываю. Мне не хочется допускать той мысли, что по ту сторону экрана нет того человека, который отыскал хотя бы одно победное слово. Я не настаиваю на том, чтобы вы мне озвучивали все три победных варианта. Для меня, имейте в виду, не имеет никакого значения первое, второе или третье слово вы мне озвучите. Самое важное, чтобы оно прозвучало в прямом эфире. Чтобы вы рассказывали победный вариант не своим друзьям и коллегам и не экрану телевизора, а все-таки рассказывали конкретно себе, а конкретно мне рассказали, оказавшись в прямом эфире. 0948 это короткий номер, если вы проживаете на территории России. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте разумны, будьте бдительны, у вас обязательно все получится и вы станете моим победителем. Мне очень хочется в это верить, но я думаю, что все сложится. Все сложится, если вы будете действовать в рамках правил моего задания. Решите стать моим победителем, решитесь как можно скорее. Совершите один единственный звонок, который изменит вашу жизнь к лучшему. Вы станете моим победителем, если, конечно, отыщите слово, которое читается от первой до последней буквы. Слово расположено по принципу змейки. Вы должны помнить об этом. Вы не должны нарушать правила моего задания. Потому что даже если вы единожды нарушите правила моего задания, вы богаче от этого не станете. Ну что у вас максимум получится? Ну просто оказаться здесь в прямом эфире и озвучить какой-то вариант, услышать свой голос по телевизору и потом рассказать своим друзьям и соседям. Нет, не об этом вы должны думать. Вы должны сосредоточиться на поиске слова, которое спрятано в данном буквенном табло. Имейте в виду, что здесь не одно, а целых три. И мне не важно, какой из трех вы будете озвучивать. Я слушаю вас, расскажите ваш вариант. Алло. 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 Я думаю, это слово с дирикатес. Мои слова не связаны с пищей. И я говорила, что они отвечают на вопрос, что. Думайте. Я говорила, что они длинные. Так вот, ищите слова из десяти либо одиннадцати букв. И тому, кто найдет и назовет хотя бы одно из трех победных слов, я вручу 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Опять же, напоминаю, это только начало. Если в прямом эфире вы мне озвучите два победных варианта, сумма вашего вознаграждения возрастет еще на тысячу рублей. Если здесь прозвучит в прямом эфире три победных варианта, прекрасно, сумма вашего вознаграждения возрастет на две тысячи рублей. Вот и получается, что только вы решаете, когда и на сколько вам становиться богаче. Если вам уже удалось отыскать хотя бы одно из трех победных вариантов, не теряйте ни секунды времени. Мгновенно поделитесь со мной вашей версией. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории России. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы можете стать богаче. Вы можете заработать 15 тысяч рублей в данную секунду времени. Вам нужно только собраться, максимально сосредоточиться и оказаться в пространстве прямого эфира. Думайте, действуйте, совершите одно единственное важнейшее решение в вашей жизни, которое впоследствии позволит вам стать богаче на 15 тысяч рублей. Вы должны отыскать победный вариант. Какое слово скрывается в этом буквенном табло? Найдите его и поделитесь со мной вашей версией. 15 тысяч рублей достанутся именно вам, если вы будете следовать правилам моего задания. Если вы не будете их нарушать, если вы будете благоразумны, совершите действие, которое непременно приведет вас к победе. Подумайте, отыщите слово, которое скрывается в данном буквенном табло. Хотя бы одно из трех. Я не настаиваю на том, чтобы вы искали все три слова сразу. Нет, мне достаточно хотя бы одного победного варианта от вас. И как только он появится, не думайте. Не думайте, а действуйте. 0948 это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте разумны, совершайте грамотные действия. Действия, которые исключительно приведут вас к победе. Вы должны думать только о том, чтобы заработать как можно скорее своим умом и своими способностями 15 тысяч рублей. Не позволяйте, чтобы кто-то или что-то разрушили ваши планы. Вы должны действовать, идти к победе напролом. Что бы ни случилось, чем бы вы сейчас ни занимались, где бы вы ни были, помните о том, что именно вы достойны стать моим победителем. Совершите разумный шаг. Найдите слово, которое расположено по принципу змейки. Хотя бы одно из трех слов. Я не настаиваю на том, чтобы в прямом эфире вы мне озвучили все три победных варианта. Мне будет вполне достаточно, если здесь прозвучит хотя бы одна победная версия. Если она прозвучит от вас как можно скорее. Помните о том, что мы находимся в рамках прямого эфира. И, к сожалению, я не смогу раздвинуть данные рамки, как бы мне этого не хотелось. Как бы я сама не стремилась к этому. Я надеюсь на то, что вы будете более разумны. Я верю в то, что вы будете следовать правилам моего задания. И, двигаясь от буквы к букве, сумеете отыскать победный вариант. Как только вам удалось это сделать, как только вы добились того, что оказались в пространстве прямого эфира, порадуйте меня своим победным вариантом. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте благоразумны, действуйте, у вас обязательно все получится. Я верю, что где-то там, по ту сторону экрана, есть тот самый победитель, который вот-вот ворвется в пространство прямого эфира и порадует меня своим победным вариантом. Я очень хочу на это надеяться. Будьте настойчивы. Ищите победное слово. Я слушаю ваш вариант. Пожалуйста, расскажите мне о нем. Алло. Здравствуйте, здесь слово «катуара». Нет, это не победная версия, потому что вами составлены. Ищите слово от первой до последней буквы, соблюдая принцип змейки. Вы должны следовать правилам моего задания. И только тогда данное вознаграждение окажется у вас. По-другому никак. Чудес не бывает. Но вы сами можете превратить свою жизнь в настоящее чудо. Вы сами можете, решившись набрать короткий номер 0948, если вы живете на территории России, или длинный номер, если вы живете за ее пределами, оказаться в пространстве прямого эфира и заработать 15 тысяч рублей. Действуйте. Не совершайте необдуманных шагов. Вы должны следовать правилам моего задания. И у вас все получится. Вы станете тем человеком, который сумеет заработать своим умом и своими способностями данное вознаграждение. Я жду вас. И надеюсь, что слишком долго мне вас ждать не придется. Мне очень хочется верить, что где-то там, по ту сторону экрана, есть тот самый победитель, который уже торопится здесь оказаться. Который уже хочет ворваться в пространство прямого эфира, чтобы порадовать меня своим победным вариантом. Решитесь как можно скорее. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы правила моего задания не нарушались. Я очень хочу, я очень настаиваю на том, чтобы здесь появился победитель. Если вы готовы им стать, действуйте. 0948. Думайте. Действуйте. Мы находимся в рамках прямого эфира. И, к сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что мы плавно переходим к финишной прямой. Я ни в коем случае вас не пугаю. Я наоборот хочу, чтобы здесь как можно скорее оказался победитель. Я напоминаю, что слова нужно искать либо из десяти, либо из двенадцати букв. Другие версии я не принимаю. Но, опять же, это не загадка. То есть не нужно ее разгадывать. Это как раз таки для вас, так сказать, проверка, если вы уже отыскали слово, соблюдая принцип змейки, если слово цельное, вы никуда не перепрыгивали, не перескакивали, вы двигались от буквы к букве, и вы убеждены в том, что у вас слово состоит из десяти букв, либо из двенадцати букв, вот тогда вам действительно нужно оказаться здесь в прямом эфире, чтобы порадовать меня своим вариантом. Решили стать богаче? Станьте в данную секунду времени. Наберите телефон прямого эфира 0948, это короткий номер, если вы проживаете на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, у вас есть другой длинный номер телефона. Пожалуйста, набирайте его. Оказывайтесь здесь. Все в ваших руках. Вы сами являетесь творцами своей собственной жизни и моего прямого эфира. Я очень надеюсь на то, что у меня появится здесь третий победитель. Я не хотела бы заканчивать программу без победителя. Это было бы неправильно. Что же мы такое количество времени потратили на данное буквенное табло и просто его бросим? Бросим в никуда незаконченным? Нет, конечно. Нет, еще раз нет. Я подчеркиваю, я настаиваю на том, чтобы вы взяли себя в кулак и начали действовать. Отбросьте все страхи и сомнения. Только вы достойны стать моим победителем и доказать, прежде всего, самому себе, что вы это сможете. И вы реально сможете это, если окажетесь в пространстве прямого эфира. Для этого вам нужно сделать один единственный шаг. Набрать короткий номер 0948. И где бы вы ни находились на территории России, вы можете заработать 15 тысяч рублей. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона, который также есть у вас на экране. Будьте разумным человеком. Следуйте в рамках правил моего задания. И вы обязательно станете тем победителем, который уже наконец-то должен здесь оказаться. Окажитесь в пространстве прямого эфира. Порадуйте меня с вашим победным вариантом. Решили стать богаче? Станьте. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что сегодняшний день обмену и возврату не подлежит. Так успейте же заработать сейчас 15 тысяч рублей одним звонком, если вы уже отыскали слово, которое спрятано в данном буквенном табло. Хотя бы одно из трех. Я не настаиваю на том, чтобы вы мне озвучивали все три победных варианта. Хотя это было бы прекрасно и замечательно. Тогда бы сумма вашего вознаграждения увеличилась при условии, что вы мне озвучите два победных слова на тысячу рублей. А если все три победных версии прозвучат в прямом эфире, то на две тысячи рублей возрастет данный гонорар. Действуйте. Следуйте в рамках правил моего задания. И я надеюсь на то, что здесь появится тот самый разумный человек, которого я так долго жду. Мне хочется верить, что настанет тот миг, когда вы окажетесь в пространстве прямого эфира. И порадуйте меня своим победным вариантом. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Следуйте в рамках правил моего задания. Будьте внимательны, будьте бдительны. У вас все получится. Я верю, что рано или поздно настанет тот миг, когда здесь окажется мой победитель и озвучит мне победный вариант. Жду вас, но надеюсь, что ждать мне слишком долго не придется, потому что, я еще раз повторяю, к сожалению, программа заканчивается. И неужели вы допустите, что здесь не появится того человека, который сумеет заработать 15 тысяч рублей? Неужели же вы добьетесь того, что все-таки в конце концов в итоге так сложатся обстоятельства, что я останусь одна и вынуждена буду с вами попрощаться? Мне бы этого не хотелось. Мне бы не хотелось заканчивать программу на такой минорной ноте. Все-таки я рассчитываю на более мажорный конец. Я надеюсь на то, что здесь появится победитель и озвучит мне вариант, который скрывается в данном буквенном табло. Мне хочется верить в то, что это будете именно вы тем самым разумным человеком, который же отыскал. Я слушаю вас. Ваш вариант. Говорите, алло. А может быть это слово политика? Политика? Нет. Мы вне политики. Имейте в виду. Нет, конечно же, нет. Какой-то другой вариант здесь скрывается. Попробуйте отыскать его, следуя в рамках правил моего задания. Думайте, действуйте, совершайте грамотные шаги, шаг за шагом. У вас обязательно получится отыскать победный вариант. 0948 – это телефон прямого эфира для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, то для вас указан длинный номер телефона. Будьте внимательны, следите за тем, чтобы как можно скорее здесь появился мой победитель. Будьте настойчивы, потому что, совершая грамотные действия, вы рано или поздно придете к победе. Я на это очень рассчитываю. Я надеюсь на то, что здесь появится тот самый победитель, которого я так долго жду. Я не хотела бы заканчивать программу в никуда, но это недопустимо. О чем вы говорите вообще? О чем вы думаете сейчас? 15 тысяч рублей находятся здесь, когда давным-давно уже должны оказаться у вас. Ведь мы находимся на новогодних каникулах. Я уверена, что вам хочется пополнить свой материальный бюджет, который, безусловно, уже опустел в связи с тем, что Новый год уже позади и впереди. Но впереди Рождество. Нужно к нему подготовиться. Так будьте же цельным и разумным человеком. Думайте о том, как справиться с данным заданием. Определите, какая буква должна стать заглавной. И совершайте от нее грамотные перемещения. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. И тому, кто сумеет справиться с данным заданием, хотя бы на треть я вручу 17,5 тысяч рублей. В последнее мгновение прямого эфира я увеличила сумму на 2,5 тысячи рублей. Но это мое последнее предложение на сегодня. Я надеюсь, что вы сейчас максимально сосредоточитесь, включитесь в данное задание и сумеете отыскать хотя бы одно из трех победных слов. Я не настаиваю на том, чтобы вы искали все три слова. Я даже не рекомендую вам это, потому что у нас остается не так много времени до конца прямого эфира. Я надеюсь на то, что здесь появится победитель. Мне не хочется заканчивать программу в миноре, но это было бы неправильно. Но что значит два победителя и одно незаконченное задание? Нет, я хотела бы закончить прямой эфир на мажорной ноте. Помогите мне в этом. Помогите, ворвите из пространства прямого эфира и озвучьте хотя бы одно из трех победных слов. Я напоминаю, что все три слова каким-то образом связаны между собой, и они отвечают на вопрос «что?». Ищите слова, состоящие либо из 10, либо из 12 букв. То есть слова длинные. Меня не интересуют составленные версии. Если вы продолжаете составлять слова, то не тратьте время, не набирайте номер телефона прямого эфира. Я жду здесь исключительно победителя, то есть того, кто сумеет отыскать слово, соблюдая принцип змейки. А для этого вам нужно определить какую-нибудь букву в качестве заглавной и двигаться от нее по принципу змейки. Вверх, вниз, вправо, влево. Таким образом, чтобы у вас получилось читаемое слово. Если у вас получилось читаемое слово от первой до последней буквы, значит, вы и есть мой победитель. Вам осталось просто как можно скорее здесь оказаться, чтобы порадовать меня своей победной версией. 0-9-48 это телефон прямого эфира для тех, кто уже сумел отыскать победные версии. 0-9-48 это при условии, что вы проживаете на территории России. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. 17,5 тысяч рублей. Просто вдумайтесь, какая замечательная сумма вас ждет данное вознаграждение. Поймите, что сегодня еще никто столько не зарабатывал. И вы можете успеть, если только поторопитесь, если не будете в себе сомневаться. Я слушаю ваш вариант. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте. Слово, картинка? Нет, это не победный вариант. Ищите какие-то другие версии. Совершайте грамотное перемещение, двигайтесь от буквы к букве, таким образом, чтобы вам удалось отыскать победное слово. Я жду вас и очень надеюсь на то, что здесь, в пространстве прямого эфира, появится мой победитель как можно скорее. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Ведь сегодняшний день, он максимально подходит для того, чтобы стать победным. Решитесь на один звонок. Успейте же стать моим победителем. Я не хотела бы заканчивать программу без победителя, но это недопустимо. Я жду вас, а вы не ждите никого и ничего. Просто действуйте. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан длинный номер телефона. Будьте внимательны, будьте сосредоточены. Обратите внимание на данное буквенное табло и найдите слово, которое спрятано по принципу «змейки». Здесь находятся три слова, но я не настаиваю на том, чтобы вы искали все три слова целиком. Мне достаточно того, чтобы вы отыскали хотя бы один победный вариант. И как только вам удастся это сделать, поторопитесь, я прошу вас, поторопитесь, ворвитесь в пространство прямого эфира и порадуйте меня своей победной версией. Думайте, действуйте. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Если вы проживаете за ее пределами, для вас указан другой длинный номер телефона. Следуйте правилам моего задания, и вы обязательно станете победителем. Тем самым победителем, которого я так долго жду, о котором я мечтаю уже. Я надеюсь, что он вот-вот появится. Мне бы очень хотелось, чтобы он как можно скорее здесь оказался. Думайте, действуйте. Решились стать победителем. Станьте им в данную секунду времени. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Проживаете за ее пределами. Имейте в виду, для вас есть длинный номер телефона. Следите за тем, чтобы слово было найдено. Я слушаю вас. Пожалуйста, говорите ваш вариант. Алло. Алло, девушка, здесь слово террариум. Нет. Ваш вариант не является победным. Я не хочу тратить на это время. Поймите, что я рассчитываю здесь на то, что появится все-таки победитель. Я жду здесь исключительно победителя. Я настаиваю на том, чтобы вы были разумны, чтобы вы следовали в рамках правил моего задания. Станьте же тем самым победителем. Отыщите здесь версию, которая скрывается в данном буквенном табло. И как только вам удастся это сделать, порадуйте меня здесь в прямом эфире. Я жду вас. А вот вы, пожалуйста, не ждите никого и ничего. 0948 – это короткий номер для тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Проживаете за ее пределами. Для вас указан другой длинный номер телефона. Следите за этим. Поторопитесь. Я жду вас. А вот вы не должны ждать никого и ничего. Вы должны уже просто оказаться в пространстве прямого эфира и рассказать мне, какая же версия является победной. Озвучьте мне ее в прямом эфире. Я надеюсь на то, что вы будете разумным человеком. Я очень хочу верить в то, что действительно настанет тот миг, когда здесь появится тот самый победитель, которого я так долго жду. И надеюсь, что ждать мне его слишком долго не придется. Я еще раз подчеркиваю, мне очень хочется, чтобы здесь появился победитель. Я слушаю вас. Вы в прямом эфире говорите. Алло, вы в студии. Здравствуйте. Мое слово – энциклопедия. Энциклопедия. Это одно из трех победных слов. Ну, наконец-то! Посмотрите, каким образом оно располагалось в данном буквенном табло. Я вас поздравляю. Вы мой победитель. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Валентина. И откуда вы? Из Бирска. Замечательно. Именно вы зарабатываете 17,5 тысяч рублей. И у меня сегодня было целых три победителя. Я поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Всего самого доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!